Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет по запросу от Светланы. Света, привет, если ты смотришь меня. Светлана является моим подписчиком и в Инстаграм, и на Ютуб. И недавно она мне послала такой очень интересный запрос, как могли бы пахнуть персонажи книг. Я у нее спросила, какие именно персонажи ей ее интересуют, и она мне прислала список. Я вам о них сейчас расскажу. Это всегда очень интересно, занимательно, когда ты смотришь какой-то фильм или читаешь книгу, представлять, как бы мог пахнуть тот или иной персонаж. Иногда это есть в описании, но зачастую в фильмах нам это очень редко показывают, и в книгах тоже. То есть это так. Остается только догадываться. Итак, первый персонаж — Мария Антуанетта. Яркая личность, противоречивая, и аромат. Для нее, для Марии Антуанетта, 18 век, Мария Антуанетта приезжает во Францию из Австрии и привозит с собой ванну. На тот момент Версаль, мягко скажем, благоухал очень плохо. Люди мылись крайне редко, у всех были вши, все чесались, было множество специальных приспособлений, именно чтобы почесаться, таких роскошных, скажем так, это было нормой. И привезти ванну в то время в Версаль, это было так новаторско, скажем так. Она мылась, она мылась регулярно, заставляла своих слуг придворных мыться регулярно, и Версаль стал пахнуть лучше, благодаря ей. Также она разбила в Версале сад, в котором посадила свои самые любимые цветы, розы, ирисы и жасмин. И вот в какой-то момент, прогуливаясь со своим парфюмером, она приказала, наверное, да, ему попроси, ну, приказала, создать для нее парфюм, аромат ее собственного сада, ее любимого сада, чтобы она могла всегда находиться в этом саду, даже если она где-то находится за пределами дворца и так далее. И он создал аромат ее сада из вот этих цветов, розы, жасмин и ирис, и в базу положил серую амбру. За счет этого аромат был очень-очень шлейфовый, ну, и как историки пишут по этому шлейфу, Мария Антона это могли найти вообще только по шлейфу, да. А на тот момент аромат был очень необычным, потому что, несмотря на то, что она как бы привезла ванну, и люди начали мыться, все равно они не злоупотребляли гигиеной, и забивали вот неприятный запах своего тела более насыщенными ароматами, более такими тяжелыми, с пудровым шлейфом. Аромат, который создал парфюмер для Марии Антонетты, был совершенно другим. И давайте я покажу вам... А, кстати, я не знаю, точно ли это, точная ли эта информация или нет, поэтому, ну, не обижайтесь, если это выдумка, но, как утверждают, аромат «След королевы» можно купить сейчас во Франции, он стоит очень дорого, он воссоздан реально, из архивов нашли, в архивах нашли формулу этого аромата, и он реально воссоздан вот по этим формулам, реальным духам Марии Антонетты. За счет того, что в нем находится серый амбра, он стоит очень дорого, 30 миллилитров стоит 3000 евро, и цена доходит до 8000 евро в зависимости от размера флакона. Ну, вот я не знаю, точно ли эта информация, существуют ли сейчас еще такие духи, делают ли их вообще с амбра или нет, не знаю. Ну, вот интересно, интересно. Я не была во Франции, поеду проверю. Итак, ароматы, которые я для нее подобрала из своего шкафа. Первый, вот сразу прям я его взяла, это «Un Eau de Damas» от бренда Dorin. Вот такая бутылка, я его вообще не могу носить, но я его храню, берегу, никому не продам, никому не подарю. Он для меня такое произведение искусства. Очень красиво, ладно, скроенный аромат, необыкновенно красиво звучит, но не на моей коже, видимо. На моей коже этот аромат очень сильно индолит, ну, да неприличие даже, вот стыдно сказать, что там находится. Это белоцветочный аромат. Лилии, жасмин, наверное, есть ландыш, который дает вот эту вот индольность сильную. Он бесподобен, он очень красив. Например, на маме на моей он хорошо звучит, но на мне нет. Я, когда его от себя слышу, чувствую, мне прям хочется прям пойти и помыться быстрее. Но он, безусловно, красавец. Если он на вас красиво сядет, ляжет и так далее, вам, конечно, повезет, если вы любите белоцветочный аромат. Шлейф у него колоссальный. Мне кажется, если я бы его носила здесь, мне бы могли найти по шлейфу там в другом конце Сиднея. Вот такой вот он, реальный аромат Марии Антонетты. Как мне кажется, очень бы ей подошел. И второй аромат, который я хочу вам показать, который, мне кажется, ей бы подошел, это Arpège от Lanvin. У меня новая версия, не винтаж, ничего. Он тоже индольный, он тоже белоцветочный, но за счет альдегидов, которые здесь находятся, он какой-то такой намыленный. Он намыленный, чистый. И вот эта вот индольность немножко так размазана. Его я могу носить, его я могу носить. Он мне очень нравится, но не в жару, скажем так. Но вот эти два аромата по описанию, мне кажется, должны были бы подойти Марии Антонетте. Дальше. Следующий персонаж, следующая героиня. Это Колли Галайтли, персонаж, который сыграла Эдри Хёбберн в «Завтраку Тиффани» и по рассказу, или это пьесы, я не знаю, Трумана Капотта. Сразу хочу сказать, я не фанат вообще этого, не фильма. Ну, как бы произведение я читала, оно хорошее, интересное, не длинное. Ну, как бы так, ничего особенного. Но фильм я не очень люблю. Может быть, за счет того, что я не являюсь поклонницей Эдри Хёбберн. Вы сейчас меня, конечно, не ругайте. Но у всех свои вкусы, как бы это не мое. И персонаж, Колли Галайтли, тоже совершенно не мой. Фильм не люблю, но интересно, конечно, подбирать для нее ароматы. Значит так, Колли Галайтли. Ну, после этого фильма, да, Эдри Хёбберн и сам персонаж Холли из этого фильма стали просто иконой стиля. Все вот ее мундштук, как она стоит там с круассаном у витрины Тиффани. Ну, много-много-много-много всего, которое вот уже сколько времени прошло. Этот образ растиражирован колоссально. Ее стиль, ее прическа, ее какие-то фразы, манера говорить. Это стильно. Это стильно. Много поклонников у этой героини есть. По фильму она такая взбалмошная героиня, но очень грустная. Она не может найти себя. Она не может найти себя вообще, ну, как бы, скажем, в жизни, да, не в этой жизни. Она не может найти себя. Она такая метается. У нее нет, как бы, постоянных друзей. У нее нет какого-то стимула. Ну, стержень. У нее, короче, у героини Кольга Лайтли, на мой взгляд, абсолютно нет стержня. Вот она его лишена. У нее есть кот, у которого нет имени. Ну, в общем, она не может привязаться ни к чему, в том числе и к себе. И в этом-то весь драматизм, несмотря на то, что, как бы, в фильме она, кажется, такая вот вся веселая, вечеринки, круглый день, там, какой день недели, я не помню и так далее. Но, тем не менее, это глубоко несчастный человек. Но сейчас не обедно. Не будем углубляться в психологию. О, аромате. Я тут записала, когда, если вы смотрели фильм, в фильме показывается, что она, что у нее есть аромат, она держала его в почтовом ящике. Это аромат от Жана Пату Макила. Макила. Я с ним не знакома. Аромат 61-го года. Я посмотрела на фрагрантики, что это за аромат. Аромат бело-цветочный с зелеными нотами. То есть там, по-моему, жасмин и зеленые ноты. Что-то такое. Мы примерно можем представлять себе, как она могла бы пахнуть. Легко, немножко сладковато и шлейфово, да? Что я подобрала для нее из своего шкафа. Первое, что я прям сразу взяла, это Гардене. Гардене от Шанель. Для меня вот она именно такая вот образец красивой бело-цветочности. Но не вульгарный. Такой стильный. Вот как героиня Эдрихи Оберна. Такая вся стильная. Идеально одетая. Уделяющая внимание своему внешнему виду. Забывающая о внутреннем состоянии. Ну, опять я углубляюсь. Вот аромат. Мне кажется, аромат Гардене от Шанель ей бы подошел. Не знаю, напишите мне, как вам кажется. Вот Гардене от Шанель. Или второй, он более веселый. Это Мадемуазел Пеге от Роберто Пеге. Он более сладкий. Но вот по образу, по ее вот этой такой кажущейся легкости, мне кажется, он бы тоже ей подошел. Это аромат о апельсиновом цвете. Очень сладкий, но не притерный, не такой, не сахарный. Очень хороший. Очень хороший апельсиновый цвет. И какие-то, мне кажется, тоже зеленые листья, стебли, что-то такое. Хороший. Хороший аромат. Мне кажется, вот два этих аромата могли бы подойти Холе Галаке. Не знаю, может быть, я как-то описала ее персонаж неправильно. Но вот это вот как я ее понимаю. Напишите, если вы любите ее героиню. Согласны вы со мной или нет. Так, дальше у меня идет Скарлетт О'Хара. Вот кого я люблю, так Скарлетт О'Хара. Я не знаю, мне кажется, мало людей, причем женского пола, мало девушек, женщин, которые не любят Скарлетт О'Хару. Потому что, так или иначе, мы все бы хотели быть на нее похожими. Мы хотели бы быть сильными, страстными, властными, такими бунтарками где-то, да. Кому-то это дано, кому-то это нет. Но, тем не менее, вот Скарлетт О'Хара для меня такая вот прям... Люблю ее. Я ее очень люблю. А героиня романа «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл... Для меня она некрасивая красавица. Вот как описано реально в романе, она не красавица. Но за счет именно ее силы внутренней, за счет ее харизмы, за счет ее уверенности в себе, она невероятно притягивает к себе людей, мужчин. Женщины ее ненавидят, мужчины ее обожают, и вообще не в силах сопротивляться ее вот этой вот энергии, да. Вот когда я читала эту книгу, давно это было, но я люблю, я люблю и фильм, и книгу я любила. Читала ее в юности еще. А фильм смотрю очень часто. Для меня Скарлетт меняется в течение всей книги. То есть вначале это такая взбалмошная девочка до войны, любимая, обласканная в своей семье, такая легкая, легкая, но уже такая со стержнем, уверенная в себе, не терпящая противоречивая ее адрес. Ну вот такая прям яркая, открытая. И аромат, который, как мне кажется, ей подошел на тот период, это Диорисима от Диор, у меня в туалетной воде. Вот он для меня такой вот прям аромат юности, аромат свежести, аромат такой вот беззаботности, вот чего-то такого летящего, легкого. Мне кажется, он подошел ей именно в период довоенной Скарлетт О'Харе, до вообще знакомства с Реттом Баттлером, скажем так. Вот Диорисима от Диора. Хрустальные ландыши. Следующий аромат, который мне приходит на ум, связанный со Скарлетт О'Харе, это уже когда она становится вдовой и такая, как я называю, скучающая вдова, да. Вышла замуж не по любви, но они, по-моему, даже не пожили с этим, с братом этой Мелани Гамильтон. И вот она такая потерянная, ей скучно, она не может выйти за рамки вот этих вот, как бы, правил, как надо себя вести вдове в тот период. И вот аромат, который, мне кажется, тогда бы, наверное, мог бы подойти, это Нюда Целлофан от Сержа Лютанца, Целлофановая ночь. Он все еще такой сочный и яркий, как она сама, вот какая Скарлетт, как она внешне. Но вот что-то в нем есть, какая-то горчинка, какая-то горечь, какая-то немножечко грусть. Ну, мне так кажется. Вот этот вот момент, когда она... Ну, вот помните, если видели фильм, если читали книгу, когда она на балу танцует с этим баттлером, такая вся в черном, и говорит, что моя репутация уже вообще разлетелась, там... Все, от нее не остался следа. Вот это что-то такое, такой аромат. И, наконец, Скарлетт во всей красе, уверенная, пропускаем войну, какие-то ароматы пропускаем. Скарлетт уверенная, уже жена Ретта Баттлера, такая, наслаждается роскошью, наслаждается жизнью, даже присыщенная уже всем этим. И вот, как называла их ее няня, это мулы в лошадиной сбруи. Это вот этот аромат. Для меня это этот аромат на самата наркотик Винос. Он... Он очень красивый, но сама его направленность, сам его... Ну, идея, что ли, она настолько вульгарна. Это очень вульгарный аромат. Вульгарный, немножко дешевый, но, несмотря на все это, он нереально хорош собой. И это вот для меня, это мулы в конной сбруи. Вот как называла... Мамушка ее, по-моему, звали. Как называла она тогда Скарлетт О'Хара и Ретта Баттлера, когда они все такие напомаженные ходили. Вот так. Вот мне так кажется. Это наркотик Винос. И последний аромат, видите, вот Скарлетт О'Хара, вот она мне как-то близка, я вот ее люблю, люблю про нее говорить. Люблю ее, короче. И последний аромат, это Скарлетт, когда они уже расстались с Реттом Баттлера, после смерти дочери. Аромат тоски, аромат страданий, аромат потери, как бы, равновесия. Вот аромат вот этой Скарлетт, когда она бежит как в ее страшном кошмаре, так и потом, как оказалось, в реальности, в жизни, и не может его найти в этом тумане. Это... Вот этот аромат для меня. Это Суеверный, Суперстишес от Фредерик Майл. Вот он какой-то такой. Он и печальный, но в то же время он невероятно красивый, яркий, и все еще уверенный в себе, и с силой побеждать всех, и все вокруг. Вот так. Та-да! Ну, мне так кажется. Вы в ходе повествования тоже пишите свои, как бы, варианты, на тему ароматов для этих персонажей. Мне будет очень-очень-очень интересно узнать ваше мнение на этот счет. Так, дальше. Света, я не всех персонажей твоих взяла. Взяла вот только некоторых. Может быть, про других я потом расскажу. Значит так, следующий персонаж это Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предупреждение». Для меня романы и вообще произведения Джейн Остин, они такие очень, ну, как английский чай, как церемония английского чая. Это чопорность, это такая вот прям светскость, и очень скучно. Это очень скучно, но это история, это очень красиво написано. Если мы говорим о экранизациях, это всегда очень классная, интересная, красивая экранизация, но которую я тоже никогда до конца не досматриваю. Но, тем не менее, сами персонажи это олицетворение совершенно других, например, эмоций, совершенно другого склада, нежели, вот, например, Скарлетт О'Харрэ, да, это такие светские, очень утонченные, умные, нежные, деликатные девушки, готовые на все ради других, которые зачастую забывают о себе, делают что-то там для других, и потом оказываются в результате старыми девами или еще так далее. Но вот в случае с Элизабет Беннет этого не происходит, и она все-таки она сходится с Дарс, с мистером Дарс. То есть много-много экранизаций этого произведения есть, и вообще Элизабет Беннет, по-моему, это одна из самых-самых-самых любимых героинь английской литературы. То есть ее обожают там все. Это такой культовый, тоже своего рода персонаж. Какой бы аромат я бы ей? Я бы, я уже выбрал ей два аромата. Первый аромат это Анаис Анаис от Кошаре. Для меня этот аромат именно света. Аромат светлый, чистый, искренний, какой-то такой душевный. Ну вот я представляю Англию того времени, вот эти вот соломенные шляпы, вот эти простые платья в стиле ампир. И вот этот аромат, мне кажется, очень хорошо бы подошел. Или что-то с лавандой. Вот с лавандой у меня, к сожалению, нету такого вот тонкого аромата, который подошел бы этой героине. Ну вот Анаис Анаис, хотя там и нет лаванды, но мне кажется, он бы ей подошел. Он слегка пудренный, даже он не пудренный, а он тальковый. Он тальковый, с хрустящими такими цветочками, неяркий, хороший, благородный. Вот, благородный аромат. Вот для нее нужен именно благородный аромат. Или вот второй вариант, это Rose Splendid от Ani Gutai. Это розочка, но розы не вот никак, например, сейчас многие любят, да, маслянистая, роскошная, там, буйная, страстная, там, специевая и так далее. Розы, да, как зачастую сейчас парфюмеры делают, а наоборот, это роза такая омытая утренней росой, такая, знаете, садовая, маленькие вот эти розочки, вот это вот из этой серии, скорее всего. И вот оно бы ей тоже подошел. Этот аромат, на мой взгляд, очень тонкий, очень такой акварельный. Вообще, Ani Gutai, это вот прям, если вы любите такие полупрозрачные, полунамеки, ароматные, то вот вам сюда, это вот прям акварель, если вы любите в живописи акварель, да, вы представляете, о чем я. Это вот такая, когда из какой-то водяной кляксы, ну, не кляксы, там, штриха, выползает там целая картинка, например. Вот такие вот легкие, легкие полунамеки. И вот здесь вот такой легкий полунамек на какую-то розовую историю, на аромат с розами. Он красивый, он красивый, изысканный, я бы сказала, да, изысканный. Вот для Элизабет Беннет, он, мне кажется, подошел бы. Вот такие два аромата я выбрала для нее. Следующая героиня, о которой написала мне Света, это Керри Брэдшоу. Керри Брэдшоу, журналистка-писательница из Нью-Йорка, такая взбалмошная. Ну, она не взбалмошная, нет, она, ну, она своего рода богемная, умная, у нее такой достаточно острый ум, отзывчивая, дружелюбная, любящая свободу, однолюбка. Однолюбка из такого вот бурлящего, кипящего, красивого города Нью-Йорка. И первый аромат, который я для нее сразу же взяла, это Карнел Флауа от Доминика Рэпьона и Фредерик Маля. Вот он, знаете, если вы представляете, например, если вы видели этот сериал, ее наряды, иногда такие вот уже уходящие в сторону перебора, но, тем не менее, балансирующие вот на этой грани, это очень редко, когда люди могут так одеваться, это очень хорошие там, у них стилисты были, кстати. Вот что-то такое. И вот в этом аромате тоже это есть. Он необычайно яркий, и вот еще бы чуть-чуть, и он бы мог бы вот просто ум. Но здесь все очень, очень, очень тонко, очень прям микроскопических каких-то пропорциях выверено, поэтому он никогда, никогда не скатится в сторону вот какой-то китчевости. Ну, мы про китч можем сказать то же самое. Китч, который присутствует у нее в одежде, тоже никогда не будет такой вот китч. Всегда это будет все-таки стильно, если мы говорим о Кэри Брэдшо. Вот этот аромат, туберозы, и аромат зелени, аромат, кокосовый аромат. Тут такая огромная, такая огромная композиция у этого аромата, столько в нем нот, что, ну, я затрудняюсь вообще иногда его раскладывать по нотам. Плюс, если очень жарко, там больше кокоса, если прохладнее, там больше каких-то зеленых стеблей, влаги, и вот какой-то пряной зелени, да, и колючей туберозы. В общем, все зависит от температуры, от градуса. Так что Карнел Флаву, мне кажется, идеально подошел бы Сара Джессики Паркер и Керри Брэд Шоу в ее исполнении. Также аромат, который олицетворяет Нью-Йорк, это аромат от Лилаба Сантал 33, безусловно. Аромат стильный, аромат такой молодой, аромат для людей, которые чувствуют себя молодыми в любом возрасте, скажем так, да, его могут носить хоть и хоть все вообще. Хоть столетняя старушка, если она в душе молодая, войну. Вот этот аромат, мне кажется, ей бы очень подошел. И последний, который я хочу показать, и закруглимся уже с Сарой Джессикой Паркер и с Керри Брэд Шоу, это аромат, вот этот, Дот от Ком де Герсон. Он, вот вообще, Ком де Герсон для меня самые, наверное, крутые, самые модные, самые стильные, такие фэшн-дизайнеры, ребята и духи, которые они делают, парфюмы, которые они делают, для меня образец вот просто стиля, стильности, начиная от упаковки, заканчивая содержимым. Содержимое очень узнаваемое, у них очень яркий почерк, у них очень специфическое звучание, но вы всегда их узнаете, если вы любите этот бренд. Я когда знакомлюсь с человеком и чувствую, что он душится, вот он или она душится Ком де Герсоном, у меня прям сразу как-то к нему еще больше симпатии возникают. Очень я люблю Ком де Герсон, и вот мне кажется, стильное Кэрри Брэд Шоу, стильное, такая курящая, помните, она же все время с сигаретой, вот она сидит на своем ноутбуке, и тут я подумала, вот эта знаменитая фраза, и вот так она могла бы пахнуть сто процентов, как мне кажется. Напишите тоже ваши варианты на тему, как могла бы пахнуть Кэрри Брэд Шоу. И последняя героиня, о которой я вам хочу рассказать, я все так бру-бру-бру, даже это, боюсь неправильно сказать, нет, правильно я скажу, Лизберт Саландер, Лизберт Саландер, Лизберт или Лизбет, Лизберт. Короче, героиня из произведения «Девушка с татуировкой дракона». Мне очень понравились книги, Стив Ларсен, да, Стив Ларсен, мне очень понравились книги, я читала их давно, перечитывать вряд ли буду, особенно первая часть, это что-то, это нечто, вот просто, меня она очень захватила, потом уже немножечко вот так спадает градус восторга, но тем не менее книги достойны. Фильм тоже самый, первая часть классная, потом опять все съезжает. Но, может быть, это мое мнение, наверняка кому-то она, кому-то и экранизация, и последующие книги нравятся одинаково сильно. А противоречивая героиня, хакер, страдающая таким асоциальным восприятием, вообще людей и окружающей там среды, она не любит людей, она не любит мужчин, которые не любят женщин, которые причиняют женщинам боль. Сильная, яркая, эмоциональная, страстная, очень умная, ну, крайне умная девочка, много чего пережившая, смелая, не боящаяся, как бы, она не боится вообще ничего, грубо говоря, да, способная убить, то есть у нее есть вот эта вот жажда убийства. Ну, интересная, интересный герой, так вот, в двух словах о ней не расскажешь. Кто читал книгу, наверное, меня поймут. Очень сложно мне было подобрать для нее аромат, потому что для меня, мне, вот мне кажется, что я абсолютно пофиг вообще, как она пахнет. Ну, там, приняла душ, одела много кожи, села на мотоцикл и помчалась там. Мчалась, все. Какие-то... Но, если мы уже говорим об ароматах, я вот почему-то решила, что Дан Лепо от Луи Виттон будет прям хорош, прям хорош. Он сильный, статусный, храбрый аромат, очень яркая здесь нота кожи, вот именно вот я представляю, что человек, которая девушка, которая едет на мотоцикле, она может вот так вот пахнуть. Это кожа и жасмин. В пирамиде есть еще какие-то водные ноты и, по-моему, абрикосы. Иногда это бывает, когда очень жарко, но вот я его носила в жару, мне не понравилось, поэтому я все-таки в более прохладное время, года его люблю носить, когда именно вот это кожаный аккорд, кожаная нота, с которой аромат стартует, наиболее, наиболее сочная, яркая, дерзкая, такая вот прям убийственная. Вот этот аромат, как мне кажется, подошел бы ей. Вот этот аромат Дан Слепо от Луи Виттон. И второй аромат, который, мне кажется, ей бы подошел, но это уже так 50-50, 50 на 50. Это White Linen от Estee Lauder. Почему? Потому что он, для меня это аромат призрак, аромат без аромата, аромат для людей, которые не любят сами по себе, вот духи, например, не любят как-то за собой ухаживать, то есть, которым все равно вообще до своего внешнего вида. Потому что героиня девушки с татуировкой дракона, она старается всячески вообще, всячески себя как бы видоизменить и стереть свой вот, как бы, свою красоту, свою как, свою вот женственность и так далее. И вот этот аромат, мне кажется, он немного вот об этом. White Linen от Estee Lauder. Вот он бы для нее подошел именно вот в этом ключе. Хотя аромат, безусловно, мой один из самых любимых у Estee Lauder. Это, знаете, он смолисто, хлопково, порошково звучащий, немного ладана там есть. Очень необычный, специфический. Я его очень люблю носить, несмотря на то, что я не хочу стереть свою личность. и так далее. Но вот тем не менее, вот этой героине я бы, наверное, тоже бы его могла бы не порекомендовать, могла бы ее представить в этом аромате. Вот так. Ну, слушайте, очень длинное видео, 31 минута, все, я закругляюсь. Надеюсь, вам понравился такой формат, надеюсь, какие-то ароматы вы согласны со мной. Наверняка, кто-то будет не согласен с тем или иным моим выбором. Пишите, пишите, какие бы вы ароматы выбрали для данных героинь. Мне будет очень интересно почитать. И все. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пока.